итак мы приехали на проспект мира за очками а я очков не носил уже мне кажется миллион лет очень 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 давно я уже даже не представляю себя в них но я точно знаю какую форму я хочу точнее несколько форм не буду выбирать то надолго до сейчас я так понимаю но у нас не очень много времени потому что еще мне нужно успеть к окулисту потому что необходим рецепт в общем все наши заключение относительно этих очков мы сняли на бусте поэтому девочки кто-то подписан девочки-мальчики уже знаете да как это дается нам не просто это уже наши какая третья попытка 3 до 4 не помню какая попытка в общем надеюсь все сложится да меня еще очень веселит сейчас же будут проверять когда зрение очень весели что вот в этих очках надо будет сидеть с этими линзами огромными жечь такой конечно ритм все пять да но мне всегда очень сложно когда я вижу такое вообще не знаю вроде привычно уже дело ну ладно папа папа смотрим попробуем какие-то таком бы ты меня привела мне кажется круто Почему-то страха не навсила, а в Лас-Вегасе захотел цитировать. У них было. Столько-то, столько-то. Ну что, нравится? Не знаю, мне кажется, крупно это вот эти помыльчики. Прозрачная не моя, право. Ну ты же хотела прозрачную. Ну, хотела, это я на конце. Мы можем померить то, что вам понравилось, а потом подобрать, попробовать. Говорить-то можно? Да, 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 конечно. Ну, а эти? Эти ничего вроде. Нет? Что скажешь? Ну, не все вроде нормально. Мне вот эти нравится. Больше всех? И отводишь или еще думаешь? Да нет, неплохо. А вот там какие-то у тебя еще лежат в кучке. Я просто не знаю, мне привычно видеть черное, черное оправа. Ну, ты же как раз хотела что-то поменять. Да. Ну что, вроде определились. Теперь дело за малым. Идем делать рецепт, отправим девушке рецепт. И все будет. И будем ждать уже, когда изготовят их. Очень, конечно, геморройно, что у них нет на месте врача, как в сетевых, во всех этих больничках. Это спокойно. Не больничках, а оптиках. Нам приходится отдельным номером идти. Еще и за деньги. В общем, мы уже приехали домой. Тут темнотища, мы около подъезда. Забыли заснять там. Ну что, проверила я зрение. Сейчас оно минус один. Сказали, что оно стало выправляться и, вероятнее всего, дальше пойдет в плюс. Ну, это, мне кажется, у многих так. У меня, кстати, тоже такая теня была. Я когда в универе училась, у меня было минус три с половиной. А сейчас у меня уже почти до нуля. Уже даже не минус один, а минус что-то 0,5. 0,5. Короче, практически стопроцентное зрение, которое, скорее всего, дальше будет вообще в плюс идти. Это не очень хорошая тенденция, да. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Очки только у тебя отжать. Короче, с ВДНХ у меня зато связаны воспоминания из детства. Здесь раньше от монорельса до главного входа раньше были ларьки. Раньше были, в общем, ларьки всяко-разные. До того, пока мэра не стали это все сносить. Не мэра, Собянин, наверное, только начался сносить. Да, Лужковик как раз это и было все. За это молодец. В общем, там были очень классные палатки с срок-атрибутикой. Я ездила сюда закупаться. Это там нулевых годов. А сейчас идем на монорельс. В общем, этот человек утверждает, что она здесь первый раз. Но я-то прекрасно помню, как мы ездили с тобой. Мне кажется, что я не была здесь. Мне кажется, что я никогда здесь не каталась. Не, я была еще во времена студенчества, конечно, тысячи раз. Потому что мы ездили. На ВДНХ в том числе. Но с тобой сто процентов были. Ладно, я тебе поверю. Спасибо. А еще есть у меня университетская подружка, которая очень любила этот монорельс. И она постоянно звала нас кататься. Просто так? Да. От одной станции до... Ну, от одной конечки до другой конечки. Очень странно. А еще как-то мы так катались с ними. И вышли на Станкинском пруду. И пошли кататься там на лодках. И, в общем... А, это нельзя рассказывать. Ну, Рита, это сейчас сомнительное будет удовольствие. Да, это точно. Как селедка в бочке. Вообще, мы что-то тупанули. Надо было пешком дойти здесь. Хотя, может быть, эту поездку-то запомнишь. Точно. Не то, что предыдущую. Такая странная здесь местность. Вот этот дом в районе ВДНХ, да? Он выглядит так, как будто это, я не знаю, какая-то Болгария. Но я в Болгарии, по крайней мере, такие домики видела. Просто внезапный дом. Семена! Ой, видишь, как бежит. О, ну, это надолго, может быть. Ну, жгирит. Вот, кстати, вот. Которые все очень большие, да. Ну, да. Но это не сейчас. Жуки. Жуки, 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 жуки. Помните? Тимон и Пумба. А ты посмотри, Ритм, какой здоровый. Это он уж как гипер-маркет. Да. Пипец. Если бы я знала, я бы, конечно, не позволила бы сама его сделать. Для огурца, Фрид. Вот у тебя огурца-то в этом году. Нет, огурца нет. В итоге разошлись не на шутку, еще понабрали. Удобрений каких-то для хвойных, для каких-то еще. В общем, лучше бы курьер нам привез домой заказ. Мы на этом бы успокоились. Ну что, вот оно лицо счастливого садовода. Я довольна как слон. Вот это денек у тебя, да? Да, сегодня я займусь вечером. Свои кассеты для рассады. Пожалуйста. Грунт туда положу. И посею семена. Что посеешь, то и пожнешь потом. Нихера, я думаю, что. Ладно, поиграй маленько с садоводом. Зато мы взяли для хвойных удобрения наконец-то. А то они у нас вечно сгорают по весне. Даже когда мы их накрываем, они все равно сгорают. Не знаю уже, в чем проблема, но я думаю, что в том, что их надо кормить. И на осень, наверное, и на весну. Попробуем, по крайней мере. Посмотрим, что с этим удобрением. Если не получится, будем брать более дорогие, знаете, раскрученные. Сегодня седьмое число. И Ульяна вывела меня, так сказать, в блюди. Вывезла. Вынесла мозг. Мы решили, что восьмого числа пронить это место будет довольно затруднительно. Потому что будет дохерища народу. Поэтому мы подумали, что седьмого числа будет... Ну, поспокойней. Но мы не подумали о том, что и седьмого, и восьмого будут дохерища бронить разных ресторанов. У нас их было несколько в запасе. Именно тех мест, которые мы любим. Да. Было важно куда. Но так как у нас из-за работы, а ее было очень много... На этой неделе, да, мы вообще не подумали. Мы вообще не подумали, что надо забронить заранее. Поэтому сейчас идем в надежде, что живая очередь не будет очень живой. И будет не очень много народу. И мы сядем хотя бы в нашу любимую, одну из любимых итальянских. Кстати, будем рассказывать про последствия этой работы? Да, сейчас покажем. Вот первое заведение, куда мы планируем попасть. Надеемся, что там будет место. А вот они. Последствия того, как я съездила на производство, на типографию. Поработала. Я, в общем, как обычно, я шарахнутый довольно человек. И кто с нами давно, мне кажется, уже понял, что у меня постоянно какие-то катаклизмы вот такие случаются. Чем-то бьюсь, ударяюсь, что-то ломаю. В общем, не заметила одну штуку там. Подняла голову и вот рассекла башку. Уехала на работу, ничего не было. Поработала, вернулась с производства. Это она еще проходит. Это была такая широкая царапина. Ужасно. Верхний слой кожи, короче, снялся. Панкрок. Ужасно. Ладно, пойдем посмотрим. Пойдем там снег чистить. Сейчас на башку попадет совсем мертвый будешь. Короче, что и требовалось доказать. Блядь, обожаю. Вот почему нас постоянно чистят в самый какой-то экшен, когда куча людей и всех. И знаете, ограждают такой прям ниточкой, которую даже не видно. Вот так. Нормально. В общем, что и требовалось ожидать. Места нет. Места нет. Сказали, что можно ожидать. Вообще, по телефону сказали, что время ожидания 10-15 минут. Ну, мне кажется, это фигня. Перед нами еще парень с девушкой. Ну, постоим, короче, сейчас покурим и подумаем. Но что-то мне подсказывает, что мы пойдем дальше. Ну, у нас есть тут вариант еще, да. Такой же, я думаю. Благо, что это центр хотя бы. Мы урвали этот столик примерно вот такого размера. Хочется, конечно, вот сюда к окошечку, но уж хорошо, что вообще сели. Мы начинаем КВН. Мы заказали сангрию. Нам ее уже принесли. Кушинчик небольшой. Мы уже разлили. Нифига себе небольшой. Литр 200. Ну что? Литр 200, литр 200. С наступающим. С наступающим. Нам принесли еду. У Ульяны паста 4 сыра. У меня пене с форелью горячего копчения. Ну, и сангрия, чтобы вы не забывали. Все, тяжелый литр 200. Приятного аппетита. И блюдо, которое нам донесли, это баклажаны фармиджано. Это мы на двоих берем. И каждый раз, мне кажется, мы сюда один из них и приходим. Да. Это блюдо очень вкусное. Прям безумно. Ребята, и мы были бы не мы, если бы мы не взяли еще пиццу. Ну, и чуть-чуть сангрии. Ну, блин, мы все вот это время, до вот этого похода, мы сидели вообще на диете. Ну, да. Ну, мы и завтра продолжим. 8 марта у нас будет уже грустный день. Да, конечно, не очень видно, но мы сидели. Да нормально, а мы не стремимся, чтобы это кому-то было видно. Мы никуда не торопимся. В общем, 4 сыра. И острое масло. И сангрия, если бы о том забыли. Да прекращай, это сангрия пиарит. Она, кстати, здесь очень вкусная. Очень вкусная. А я как лимонад. Мы выкатились, пожравшись, а тут вот такое вот снега. Как будто прям декабрь, январский праздник. Да, ну красиво. И нами было принято странное решение, при этом при всем снегопаде, пойти подальше не до ближайшей станции метро, а до Чеховской. Ну тут на самом деле не супер далеко, ну сколько, ну минут 10 может быть. Ну да, зато без пересадок по метро не надо будет бегать. А еще знаете, что я хотела сказать сейчас, чтобы народу не было? Меня так изумляет, когда сидишь в ресторане, и за соседним столиком сидели подружки. И только сейчас, когда я уходила, ну вот собиралась, я увидела, что одна из них сняла обувь. Да ладно. Да. Хорошо, что я этого... Да ладно, я как Якубович. Хорошо, что я этого не видела. Нет, это перебор. Это ужасно, мягко говоря. Причем это как бы, ну, я не хочу говорить, ну я не знаю, ресторан средней ценовой категории, ну... Ну для Москвы-то это вообще, да. Да, средняя ценовая категория, но тем не менее, ну, ребят, мне кажется... Какая неважно, какой категории, даже в электричке это странно делать. Да это вообще, это просто, у меня прям, ну я охреневаю, честно, прям, у меня в ступор со временем ставят такие люди. Хорошо, что ты мне не показала, я брезгливый человек. Мне кажется, у меня бы аппетит испортится. Ты, наверное, это понимала, поэтому не показала. Нет, ну это мы уже сейчас собирались когда. Я хотела тебе, знаешь, вот эти, знаете, этим, взглядом показать, знаете, вот эта крысиная связь, когда взглядом, типа... Это про нас. Посмотри. Вот, но ты на меня не посмотрела, поэтому... Ну, ты делала. Поэтому не получилось. Ну, в общем, не делайте так никогда. И мы дошли до метро. Наконец-то. Всех с прошедшим праздником. Спасибо за просмотр. Заходите в описание. Там есть для вас интересный бонус. И интересные ссылки на наши еще дополнительные площадки. Поэтому подписывайтесь. Мы везде всем будем рады. Спасибо большое еще раз. Привет Гарри Поттеру. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok